Складочки подкладывать, еще что-то, но вот памперсы, типа, очень вот эти удобные такие, прям для взрослых. Сейчас поеду, найду их и вам покажу, потому что я раньше даже не знала, а с этими, блин, большими прокладками просто можно столько намучиться, вот. А мне кажется, что памперсы, это прям гениально. Когда еще поносишь памперсы для взрослых? Вот, поэтому сейчас заеду. Она мне сказала, что все есть в Ашане, но, блин, мне до Ашана показывает навигатор ехать, короче, 30 минут. А у меня здесь рядом есть карусель. Я думаю, возможно, в карусели, в принципе, есть то же самое. Поэтому я сейчас заеду в карусель, потому что это по пути, и это занимает не 30 минут. Если там не будет, то поеду в Ашан. Мне жарко будет. А что делать? Знаете, мне кажется, после родов вообще пофиг. Жарко тебе, не жарко. Уже все равно. Уже главное, чтобы все прошло. Мне кажется, это самое важное. Переживай уже третью твою беременность. Вы каждый раз очень разные. Да, вы знаете, а потому что они ужасно парят. Ну а что делать? А иначе ты ходишь, блин, как собака в течку, и все пачкаешь вокруг. Поэтому, знаете, иногда нет выбора. Вот, и пусть они парят, пусть хоть запарят. Их же можно менять часто. Кстати, она вчера мне сказала такую вещь, очень-очень важную, что женщине нужно постоянно очищать внутри свое влагалище, то есть промывать мирамистином, даже не во время беременности, а во время беременности вообще это делать обязательно. У меня там талмуд, который она мне дала, я их изучу, переосмыслю еще все то, что она мне сказала, и буду на эту тему писать посты. Вот, потому что, вы знаете, сколько у меня было беременностей, сколько я ходила к врачам, и все роды, типа, были платные, и все такое, мне никто не давал такое огромное количество информации полезной именно для женщины до родов, после родов, во время родов. Я столько всего узнала за вчерашние, там, 4,5 часа лекции, что я просто охренела и подумала, господи, почему об этом нигде не рассказывают, почему об этом не рассказывают в школе, ведь это действительно очень важно для женщины, как ей соблюдать гигиену, правильную гигиену, не просто подмываться мылом из ошана, а именно вот правильную гигиену, как все внутренне обрабатывать, то есть она сказала, что...